Космические рейнджеры Космические рейнджеры возникли из ниоткуда, из звездной пыли, из детских грез об идеальной игре и обрывках фантастической макулатуры. Несколько жителей Владивостока вот так просто, без малейшей рефлексии, не думая о нишах, рынке, целевой аудитории и рейтингах, сделали очень наивную, простую и честную игру, каких уже просто не бывает. Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я продолжаю вместе с вами вспоминать великолепные игры прошлого. Так получается, что у меня чередуются выпуски, то зарубежная, то наша игра, то зарубежная, то отечественная. Вот и сегодня давайте поговорим о, пожалуй, лучшей российской игре. Вообще, я в некотором замешательстве, потому что делать обзор на космических рейнджеров, это всё равно, что рассказывать о Тетрисе, спокойной ночи малыши или Майкле Джексоне. Ну серьёзно, неужели кто-то из зрителей не знает, что это за игра, не говоря уже о том, неужели кто-то из вас в неё не играл? Ну ладно, предположим, возможно, возможно, я могу даже предположить, что кто-то действительно не играл, но не слышал, не представляет себе, что такое космические рейнджеры, серьёзно? Где вы всё это время были? Думаю, на постсоветском пространстве об игре космические рейнджеры знают все. И тем удивительнее начало этой истории, которая началась во Владивостоке, где три парня, Дмитрий Гусаров, Александр Язынин и Алексей Дубовой, каким-то образом скооперировались и создали вот этот шедевр. Кому они игру не показывали, все отпихивались от неё ручками, ножками и другими псевдоподиями. И только 1С согласилась издать космических рейнджеров, при этом не обеспечив в игре никакой рекламы. Игра вышла, и все её дружно проигнорировали, потому что был конец 2002 года, игровая журналистика в России уже более-менее находилась в неплохом развитом состоянии, и GameXE, и Навигатор Игрового Мира, Игромания, Мегагейм, Страна Игр, то есть очень много было журналов. И как-то все привыкли, что им присылают демо-версии, как-то заранее об играх рассказывают. С космическими же рейнджерами всё было вообще не так, то есть 1С вообще никому ничего не рассылало. Видимо, они там допечатывали какой-то тираж, просто чтобы добить болванки, выпустили вот космических рейнджеров, и вкладываться в маркетинг и рекламу там никто не собирался. Видимо, считают, что эта игра никому нафиг не нужна. Да ещё и с таким дурацким названием, космические рейнджеры, оно вообще ни о чём на самом деле. Да сейчас-то мы уже привыкли к нему, и произнося это словосочетание, мы представляем себе вот эту игру. А тогда было засилие каких-то третьесортных шутеров, и услышав космические рейнджеры, человек представлял себе именно какой-то угловатый, линейный шутер, наверное, на каких-нибудь планетах против инопланетян. Хотя вот сейчас, если подумать, а как ещё по-другому можно было назвать эту игру? В общем, быть космическим рейнджером полностью проигнорированным, если бы не игроки. Потому что все игровые издания дружно космические рейнджеры проигнорировали. Мой любимый GameXZ, например, написал рецензию на эту игру аж в четвёртом номере за 2003 год. Напомню, игра вышла в декабре 2002-го. И практически все рецензенты в один голос утверждали, что игру им кто-то посоветовал из друзей, или они случайно её увидели на лотке с играми где-нибудь рядом с метро. Но большей частью именно по советам. И я вам очередной раз показываю, как важно рассказывать другим людям о том, что вам нравится. Пусть это даже необычное, непонятное. Потому что есть попса, а есть искусство. И чисто искусство действительно частенько просто замалчивается. И кроме как вот таким сарафанным радио поклонников, его и не распространить. И вот он прекрасный пример с космическими рейнджерами. Именно благодаря тому, что люди запускали, им игра очень нравилась, и они о ней рассказывали, ей удалось стать тем, чем она стала. Если меня всё-таки попросят в двух словах рассказать, что такое космические рейнджеры, то это уникальное сочетание элементов приключенческой, ролевой, тактической и стратегических игр. Плюс аркада и плюс реал-тайм стратегия во второй части. И всё это происходит в космосе. Аналогов к космическим рейнджерам до сих пор не представлено. Вообще удивительно, как авторы, во-первых, смогли додуматься сделать такую солянку из всех вообще жанров, которые возможны. Ах да, я ещё забыл упомянуть текстовые квесты. А во-вторых, что эта солянка не рухнула под тяжестью вот этих всех нагромождений, и в итоге стала хитом. Вы понимаете, какое всё-таки чувство меры у разработчиков было? Как они тонко чувствовали грань, что не надо перетягивать одеяло в ту или иную сторону, в тот или иной жанр. Надоела вам стратегия? Пожалуйста, приземляйтесь на планету, выполняйте планетарный квест. Надоело вам зарабатывать кредиты, мотаясь от планеты к планете? Пожалуйста, полетайте по гиперпространству, поиграйте в чистую аркаду, позбивайте противников и пиратов. Это надоело? Пожалуйста, рилтайм-стратегия на планете. Стройте роботов, захватывайте точки, уничтожайте чужих роботов. Опять надоело? Возвращаемся к сюжету, проходим основную линию и так далее по кругу. Нам постоянно есть чем заняться, нам постоянно интересно, и нас не заставляют одним и тем же заниматься. Правда, Мафия 3? Вот вам ААА проект, где из вас сделают дятла, который долбит одно и то же, и называют это типа классной игрой. Но самое главное, и я об этом не устаю твердить во многих моих обзорах, что с игроком не носятся как с писанной торбой, он не является пупом вселенной. И это очень важно для любой игры, я так считаю. В космических рейнджерах на невысоком уровне сложности коалиция вполне могла вынести супостатов, ну, в первой части Клиссан, во второй части Доминаторов, вообще без участия игрока. Типа, парень, ты, конечно, тут молодец, играешься, но мы уже победили без тебя. И наоборот, на самых высоких уровнях сложности. Что бы вы ни делали, вы реально могли проиграть, потому что соперники захватывали все системы, и на этом игра заканчивалась. И это здорово, не говоря уже о огромном количестве других рейнджеров, которые летали по галактике. То есть это, считайте, однопользовательская, многопользовательская игра. И вот в эту сторону, как мне кажется, надо развиваться всем однопользовательским играм. Подумайте, насколько интереснее было бы играть в Скайрим, если бы вы не один были такой драконорожденный. Или в Ведьмаке, ну, если бы вы были не Геральтом, да, просто Ведьмаком, и вам приходилось бы соперничать за заказы с другими Ведьмаками. При этом это не многопользовательская игра, естественно, еще раз повторю. Но, слава богу, что ни у Клиссан, ни у Доминаторов не было под рукой Двагис. Иначе бы они быстро разобрались, что к чему в нашей галактике всех победили. Ну и слава богу, что Двагис есть у нас. Справочник и каталог организаций, а также карта города. Совершенно недавно в Двагис появился определитель номеров. То есть, если вам позвонят из какой-то организации, и у вас установлен на смартфоне Двагис, то у вас сразу высветится, откуда вам звонят. По-моему, офигенное нововведение. Так что заходите на Двагис.ру и совершенно бесплатно скачивайте под вашу платформу. Двагис, если быть точным. Я хочу спокойно играть один за своим компьютером, и мой прогресс бы как-нибудь сохранялся. И в этом плане, кстати, предтечей всего этого, между прочим, были как раз вангеры, о которых я вам рассказывал. 98-й год. Вы не один вангер в мире униванга. На Фастрале, на Глорксе. Там ездит куча других вангеров. Но, в отличие от космических рейнджеров, они пока еще безымянные. Нету никаких рейтингов. Но они вам мешают. Вы не пуп Земли. А в космических рейнджерах разработчики эту фишку возвели в абсолют. Куча рейтингов. Куча взаимодействия между рейнджерами. Вы можете стать пиратом, который у рейнджеров все отбирает. Честная торговля. В том плане, что покупка продукции на одной планете и продажа на другую, меняет на них цены на эту продукцию, инфляция и прочее, прочее. То есть, этот мир живет. Он постоянно меняется. Чего, кстати, не хватает многим ролевым играм. Их, как вот разработчики создали, такое ощущение, что в этом мире ничего на самом деле не происходит. Да, вы выполняете квесты, но это на мир практически никак не влияет. В космических же рейнджерах вы видели, как ваши действия влияют на этот мир. При этом вы не пуп этого мира, не центр. И без вас постоянно там кипит жизнь. В этой игре постоянно находятся вот осколки хороших игр, хороших воспоминаний прошлого. Тут вот вангеры я уже назвал. И Мастер оф Орайон, и Стар Контрол, и Элита. То есть, разработчики просто вот горстями нагребли все самое лучшее из компьютерной космической культуры и запихнули игру, прям коленом впихивая, чтобы побольше годноты туда влезло. И они не оглядывались на какие-то правила, постулаты. Никто им не говорил, что так нельзя делать, что это ребята, эта игра никому не понравится. Ну, я сказал, что три человека занимались игрой. Конечно, нет. Это как бы руководители три было. На самом деле там от девяти до двадцати человек делали первых космических рейнджеров. Кто-то на постоянной основе, кто-то периодически отвлекаясь от своей настоящей работы. Но в итоге вот получилась самая выдающаяся игра всех времен и народов. И чувствуется, что разработчики сами так искренне считали. То есть, просто делали самую лучшую игру. При этом в игре куча недостатков, на самом деле. Что в первых, что во вторых. Особенно лично меня раздражали графоманские тексты в сюжете, в текстовых квестах. Но это все искупалось. Она искупалась искренностью и захватывающим геймплеем. К тому же, Космические рейнджеры, по-моему, одна из самых русских игр. Вы вот в курсе, что, в принципе, на Западе она не особо стала популярной. Вот именно из-за своей вот этой русскости. Это особенно чувствуется в текстах. Многие вещи иностранцы просто не понимают. Это такие чисто, даже, наверное, можно даже сказать не русские, а советские игры. Потому что многие штуки в Космических рейнджерах может понять только советский человек. И посмеяться над ним, или погрустить. И это еще одна причина, почему на территории одной шестой рейнджеры стали такой культовой игрой. Несомненно, еще сыграла свою роль огроменная реиграбельность. Потому что у вас постоянно заново генерируется игровой мир. Многие события происходят по-другому. Поменяв класс и расу, вы можете получить другие квесты. Да, тут было пять рас. По возрастающей от самых тупых к самым умным Малоки, Пеленги, Люди, Фаяни и Гальцы. И пять классов. И вот, комбинируя стартовые условия, у вас совершенно все по-разному может в игре случиться. Благодаря движку и не особо требовательной графике Игра шла даже на самых нетребовательных компьютерах. Отличная музыка, хотя и собрана из сэмплов, кстати. Я тогда как раз занимался всякой электронщиной. И в музыке космических рейнджеров Очень хорошо узнаются многие сэмплы. Но, боже, если ты можешь их собрать в отличный трек, то почему нет? Ну и немного истории. Потом в конце 2004-го вышла вторая часть, Которая, собственно, была просто обновленной версией первой С добавкой реал-тайм-стратегии. Но всех это устроило выше крыши, на самом деле. Все хотели еще больше космических рейнджеров, И они их получили. А потом создатели, к сожалению, рассорились. Ну или, может быть, к счастью, Потому что творческие люди, знаете, Такие существа, что им сложно довольно вместе-то находиться. Каждый хочет делать что-то свое. Дмитрий Гусаров основал другую студию, Катаури Геймс, В которую перешли практически все разработчики космических рейнджеров. Студия переехала из Владивостока в Калининград внезапно, Из самого восточного анклава России в самый западный. И там уже создала другой шедевр, Kings Bounty. Далее было много дополнений к Kings Bounty. И последняя работа Катаури, Это массовая многопользовательская онлайн-игра Royal Quest. Я не знаю, почему все российские разработчики, О которых я рассказывал вот в этой ретро-подборке, В итоге скатываются до многопользовательских онлайн-игр. Ну, я могу только предположить, Что создавать оригинальные не так выгодно. Всем хочется денег. Не просто для того, чтобы там лежать на пляже и попивать пинаколаду, А чтобы достойно жить, просто достойно жить. Через некоторое время человеку надоедает быть классным парнем, Делать классные игры, за которые ты ничего не получаешь. Хотя, откровенно говоря, и с многопользовательской игрой, К сожалению, у Катаури ничего не получилось. И вроде как в 2013-м Катаури интерактив прекратила свое существование. И последний проект, о котором мне известно от Дмитрия Гусарова, Это вообще была браузерная игра под названием Music Wars. И с тех пор неизвестно, что делает Дмитрий, Будут ли какие-то новые проекты. Если вы что-то знаете, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Вот такой грустный итог у всех создателей в России оригинальных игр. В то время как Питер Мулиньон, Сид Мэйер, Ричард Гэриот накопили мешки денег. Кое-кто даже из них слетал в космос. И они стали иконами игровой индустрии. У нас Андрей Кранг-Кузьмин, Дмитрий Гусаров где-то прозябают в неизвестности. Пропадает из этого списка, конечно, Сергей Орловский, основатель Невала, создатель Аллодов. У него все получилось. Недавно штаб-квартира Невала переехала в Лимассол с целью сфокусироваться на глобальных рынках. Сам Сергей остается CEO компании. Ну а с другой стороны, в какую хорошую игру вы в последний раз играли от Невал Интерактив. Демиурги, Сайлент Шторм. Так это знаете, когда выпущено было? Еще в прошлом десятилетии. Ну, пятые герои, конечно, еще. Так что грустно, грустно. Не хочется, конечно, на этой ноте заканчивать грустной. Ну а какие перспективы? Очень хочется надеяться, что где-то в каких-то неизвестных нам квартирах в каком-нибудь далеком российском городе сейчас некие энтузиасты тоже создают игру, которая нас в ближайшее время потрясет. И о которой лет через 15-20 какой-нибудь такой же Леша Халецкий будет опять рассказывать с ностальгической слезой в глазах. Ну а пока вот так. Ну и остается еще добавить, что в 2013 году вышли космические рейнджеры HD «Революция». Собственно, просто high-definition переиздание. Потому что оригинальные космические рейнджеры на современных компьютерах под седьмую Windows уже отказывались запускаться просто. Добавили высокие разрешения, несколько новых квестов. Но в принципе это все те же, слава богу, космические рейнджеры. И пожалуй, если вы вдруг решите в них опять поиграть, то вам придется купить космические рейнджеры HD «Революция». Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Алексей Халецкий и я тот классный парень, который сделал для вас это видео. Поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Таким образом, мое творчество распространится и о нем узнают другие люди. Ну а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео, которые я вам рекомендую посмотреть. Кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним. А на этом все. Спасибо и до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok